Следующая наша задача отправиться в убежище 3, например, там где Черся находится. Мы с ней точно не были в убежище 3. И вот оно, третье убежище. Силовая броня, три десертных вилки. Зачем ей силовой костят, один удар, четыре дырки? Что-что? Где? Где кто? Да. Че-то как-то не очень дело пошло. Ой, черт, перезаряжаться нужно. А я не перезарядился. Еее. Кто следующий? Жесть. Немножко отойти нужно. Вот так вот. Там еще кто-то есть. Пипец, бомбануло. Давай, Вероника, мочи, мочи. Мочи. Да, ты можешь. Файт. Есть. Вероника Винс. Привет, Рейгун. А мы тут развлекаемся, устраивая кровавую баню. Вот там еще кто-то есть. Смотрите, как ее Вероника уделывает. Не убежишь, врешь. Так, 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 еще кто-то есть, да? Он, Вероника, бежит к следующему. По-моему, тут просто они не кончаются. Где еще? Где-то там. Все, на этом. А еще кто-то будет мне опыт раздавать. Электронный заряд, лазер даже. Только гляньте, что только нету этих чертей. У Крам Сальмы тут их знатно. Теперь нужно зайти в убежище. Эй-эй-эй. Никакой силовой брони, никаких лазеров. Они не доставляют НКР больше хлопот, чем мы когда-либо. Вот оно. Вот она, та самая реплика, которая нужна. Нужна, по-моему, еще третья. Ну, тут вот через дверь пульта управления... Ну, дверь через пульт управления открывается. Мясилось в черте, но с вопросом, а как мы изначально фаст-тревелом через них прошли. Ну, это же угровые условности, да, так и есть. А внутри, видите, они достаточно безобидные. Так, и выйти, опять-таки, нужно через терминал, да? Да. Куда далее отправимся? Давайте в Коттонвудков или Нельсон. Ну, начнем с Коттонвудков. И там, скорее всего, должна быть какая-то реплика. Давай-давай, беги-беги. Тяжело бежать вот в этой броне огромной. Она, как бы, ну, защищает, усиливает, но... Но будет ли реплика? Как тебя вообще тут в Коттонвудков? Мы тут явно с тобой не бывали. А че это? О, обычные люди с ножами и пулями, они могут покорить Неваду. Да, вот оно. Вот оно. Есть минутка? Да, что такое? Братство не выдерживает. Я всегда это знала. Если мы не сменим курс, мы просто развалимся или уйдем в историю. Но я только недавно начала понимать, где мы ошиблись и как все исправить. Думаю, мне пора домой. Я себя отведу обратно, как только смогу. Отлично, спасибо, спасибо тебе. Я буду советовать родителям называть своих красивых деток в твою честь, серьезно. Молодец. Так, наше задание теперь ведет вместе с Вероникой в Хидден Вейле, для того, чтобы поговорить со старичными братствами. Началось. Что такое хей? Где хей? Фига, она их разделывает. Вы видели? Прям летят сразу же. Так, побежали. Нам нужно зайти сюда будет каким-то образом. А вот мы уже у бункера фактически, так что особо тут образа никакого нету. Что у нас здесь интересного? Если какой-то лут... Нет, не завезли. Недоработка, скажу я вам. Вот недорабатывают дизайнеры из Obsidian. Так, а что у тебя есть? Где? А, да. У меня большой отомный коктейль и двойной бургер из Брамина. И поменьше соуса Агава в этот раз. Мы дали тебе пароль, Вероника. Это для твоей безопасности. Я и так знаю, где живете вы, Реймос. Открывай. Ого, господи, открываю. С возвращением, Вероника. Так. Заходим в бункер. Бункер братства. Вот чё так не хватало во втором флауте. Хоть какого-то нормального дельного бункера братства. Послушай, я здесь отвечаю за безопасность, и меня не слишком радует, когда тут вытанцовывает кто-то. Но раз уж тебя привела Вероника, я склонен быть снисходительным. Главное, веди себя хорошо, и никаких проблем не будет. Ясно? О, да, кстати, старейшина хочет с тобой поговорить. Он на втором уровне. Сверни там направо, и найдёшь его. Мой кабинет здесь. Если тебе это понадобится, просто спроси Рамоса. Так, с нами хотели... Хочет поговорить старейшина. А с Рамосом поговорить бы... Почему бы и не поговорить? Слушайте... У него гауссовая пушка просто на спине. Вот так гляньте. Чё он там делает? Пялится в зелёный экран. А, как классно. Офигенно просто. Без Вероники приём был бы более весёлым, говорит ХК-47. Да, меня бы скрутили. Полностью бы... Лишили всех пожиток. Привет. Могу ли я чем-то помочь? Так ты начальник охраны? Да. Именно так. И без моего ведома никто отсюда не выходит, и никто не приходит. А каковы в точности правила входа и выхода? В изоляции разрешены перемещения только для ключевого персонала. Ключевому персоналу отнесены снабженцы и патрули охраны. Всем остальным запрещено выходить наружу, и тем, кто был наверху во время объявления изоляции, запрещено возвращаться. Так, у меня есть ещё вопросы. Типа, мне пора. Вот такой вопрос был, и он закончился. Пойдёмся со старейшиной говорить. Что у нас тут? Дверь, которая недоступна. Туретки, которые стоят и смотрят на нас. Так, здесь что у нас? Рыцари чем-то занимаются. У меня важная работа, и нет времени на болтовню, говорят они. Тир. Паладин, братство. Добро пожаловать на стрельбище. Используй любое... Так, мне нужно... А, можно ли мне попрактиковаться на стрельбище? Да без проблем. Старейшина уже дал согласие, но только со своим оружием и боеприпасами. Ясно. Но смысла... Ну тут как-то практиковаться вообще нету. Послушники братства. Паладины. И паладины. А здесь что у нас? А здесь двери. Рыцарь Торрес. А, это тебе, наверное, все говорят. Извини, но мне строго запрещено предлагать нашу технику кому-то со стороны. К тому же, у меня сейчас дел полно. Вот и поговорили. Да, Вероника тут ещё здоровается с ними. Прикольно. Тогда побежали к старейшине. Так, а сюда что у нас, интересно, вызов, если зайти? Двери. Эти двери действительно напоминают двери из Fallout 1 в этом убежище. Только там они немножко и другие были в Братстве Сталя. Но принцип похожий. Не хватает возможности понаблюдать за тренировкой и получить бонус, говорит ХК-47. Нет, возможности самому потренироваться и что-то реально от этого получить. Ну, то есть, как бы, чтобы в этом был какой-то геймплейный смысл. Ну, вот. Направо пойдёшь. Налево пойдёшь. И сейчас Братство. Даже тошнит от виртуолог Тагарта. Да, но так... Ну, как ещё поддерживать бы готовность? В общем, они в виртуальной реальности тренируются, что ли? Если в терминал зайти... Чё у них тут? Доступ к данным. Повторная загрузка данных. Офигеть, просто терминалы. Самое лучшее. А есть нормальные. Похоже, не завезли. Отцы серии же делали. Ну, так-то да, но, знаете, когда отцы серии делают, это ещё ничего не гарантируют. Что отцы серии... Отцы серии могут всякого натворять. Вот, писец Ипсон. Пченица Откинс. А что там такое с компьютерами? Чё они всякую фигню выдают? Это наш виртуальный тренировочный зал. Поскольку наружу мы более почти не выходим, надо же оттачивать боевые навыки. Сказала больше. То есть раньше Братство чаще выходило? Ну, гораздо чаще. И ещё когда мы были на станции Елиос. О, чёрт. Наверное, об этом нельзя говорить, тем более с посторонними, так что забудь этот разговор, хорошо? Окей. А тебе не нужно быть на занятиях? Главное, писец Таггард быстро понял, какая я талантливая, когда я проходила обязательное тестирование в виртуальном бою. Вскоре после этого он потребовал, чтобы меня перевели в отдел VR-тренажёров в качестве его личного помощника. Конечно, жаль, что я больше не могу проводить время с другими учениками, но зато и на скучных лекциях сидеть не нужно. Отцы серии, да-да, горит Роллер, знаем мы о подливе разрабов Лев ВД с их игрой. Ну вот, бывает всякое, да. Отцы серии очень часто делают всякую хрень. Просто потому, что быть отцом серии недостаточно для того, чтобы построить грамотный производственный процесс в игре, ну, вокруг игры. Расскажи о себе. Ну, я выросла в братстве, как почти все наши. Мой отец был певцом, а мать — паладином. Твои родители ещё здесь? Они погибли на Гелиосе. Все остальные раньше были мне как семья, а после этого стали семьёй по-настоящему. А что ещё про себя скажешь? На кого ты больше похожа? На маму или на папу? Не знаю. Не знаю, наверное, обоих. Если бы можно было убирать, мне было бы непросто. Мне этот вопрос в последнее время часто задают, так что скоро придётся решать. Что придётся решать? Я сейчас ученица братства, но уже доросла до подмастерья. Только сперва надо решить, в какой орден я хочу вступить, песцов или рыцарей. Но рыцари ждёшь круто, да? Расскажи про них. Рыцары занимаются снаряжением, силовая броня, гатлинг лазер, всё такое. Что-то изготавливают и чинят рыцаря. Ещё рыцари ходят в патрули, ведут разведку и помогают паладинам в боевых операциях. Став рыцарем, можно везде обувать, сражаться с врагами братства и может стать потом паладином, как моя мать. Да, что скажешь про песцов? Песцы выясняют, как на самом деле работает вся та старая техника, которую мы находим. Когда изобретают что-то новое. Без них братство не могло бы выполнять свою задачу, по крайней мере, так папа говорил. До скорого. Интересно было, конечно, с тобой поговорить, но... Ипсон, послушай меня не до тебя, а к чёрту, всё равно успехов никаких. Я Ипсон, и очень надеюсь, что твой день не такой паршивый, как мой. А что не так-то? Да, я отвечаю за работу инфосистемы, но в настоящее время доступ к ней как-то, ну знаешь, слегка затруднён. Помощь нужна? Помощь мне бы пригодилась, но я сомневаюсь, что это восточное образование, чтобы помочь нам бороться с вирусом. А что за вирус? Да, какой-то довоенный бездельник, видно, решил очислить эту дрянь, этой дрянью всех вокруг. Сейчас вирус забивает помехами все терминалы. Я заметил, к счастью, в этой секции у нас хранятся только исторические архивы. Ну да, их не жалко. Могу чем-то помочь? Ладно, лишний пара глаз тут не повредит, может быть, у тебя появятся свежие идеи. Заржена, похоже, вся система, но проявляется вирус только на трех терминалах. Проблема в том, что он время от времени перемещается. Стоит локализовать его на одном из двух терминалов, как он пересекает, перескакивает на соседние. Ладно. А можно ли сегментировать файлы вируса, чтобы доступ на чтение предоставлялся только администратором ядра? Что? Это гениально! Так, мы сможем изолировать кусок вируса на одном терминале, даже если остальные части переместятся. Как будто вирус это какая-то такая живая сущность, которая прыгает с одного места на другое, исчезая в одном месте, появляясь в другом. На самом же деле, это же просто копирование. Это же информация. Ладно, попытаюсь. Удачи тебе, надо понадобиться. Я скажу остальным, чтобы отдыхали, пока и не путались под ногами. Тебе я буду сообщать, бла-бла-бла, чтобы увеличить шанс, ждем его сигнал, прежде чем начать. Так, давай, подождем. Ну че? Вирус прискочил, найди терминал, на который он ушел. Так. И здесь что то же самое? Десять секунд, ну окей. Че то фигня какая-то. Он перепрыгнул. Так, и че? И как это работает вообще? То есть, нужно найти один тот самый терминал? А он никак не помечается там случайно? Интересно. Охрененный квест просто. Да, из Outer Wilds пробовала для обсидинов? Я лично нет, но судя по тому, что я слышал, какие отзывы о нем, то ну, что-то он такой очень средненький. Мог быть круче гораздо. В общем, непонятно, что делать. Он перемещается. А, по компам, наверное, не по терминалам нужно. Может быть, так вот. Тоже терминал есть вообще в огромном количестве еще и в центре. Ну то есть, давайте с ним еще раз поговорим. Да. Надо отслеживать теперь перемещение, когда там сигнал, начиная проверку терминалов. Окей. Так. Давай. Вирус просто прыгнул. Набудь, в которые терминалы он пошел. Так. Второй. Третий. How's it good? Я только зашел, говорит, а у меня уже агрессия какая-то, и зубы скрипят. Вот это. О, сегментировать вирус. Отлично. Нашли. Проверка сегментации. Сегментация подтверждена. И че? Сегментация подтверждена. Еще нужно что-то сделать, что ли? Этого недостаточно? 10 секунд. Ну? Здесь мы уже были. Сегментировать вирус. Вот. Ну, мы в двух местах сегментировали. Нужно в трех, что ли? В четырех? Да вы еще издеваетесь? Это какая-то просто дичь. Давайте последний раз. Поехали. Три раза надо. Да жесть какая-то просто. Проверка сегментации. Сегментация подтверждена. Да, сегментация подтверждена. Третья нужен. Да он и издевается просто. Сейчас стрелять буду просто. Может быть, на его терминале тоже нужно? Это PCOS Ипсон. Да, да, да. Это полный PCOS Ипсон. Может быть, только вот эти четыре терминала и нужно просто три из них отсегментировать. Я так понимаю, но вот в соседних здесь не бывает вируса. Сегментация подтверждена. Сегментация подтверждена. Что? Что? Нет. На двоих есть, на одном нет. Да издевается он просто. Ой, все. Ой, все. Я понял. Я не помню, говорит, How to go, как это я прошел, но я точно потратил на это около часа. Я просто забил, все. Больше меня это не волнует. Мы отправляемся к старейшине. А с вирусом пусть сами как-нибудь разбираются. Ну, какие паладины. Старейшина, алло. О, Вероника, поговори с ним. Здравствуй, Вероника. Как твое задание? Скоро узнаем. Я хотел поговорить с тобой. Только не говори мне, что это... Да, черт побери, именно это. Но на этот раз тебе придется меня выслушать. Уже все обсудили. Да теперь я вижу. Другие преуспели там, где мы оплошали, но еще не все потеряно. Мы пережили конец света, переживем этих выскочек. Забьемся в нор и будем ждать, пока они все... Да, если будет нужно. Это тупик. Не вижу тут никаких доказательств. Я не знаю никого, кто мог бы решить наши проблемы. Откуда тебя знать? Ты же слишком боишься, чтобы даже выглянуть наружу. Пошли, мы теряем время. Эм? Ну, выполнено, окей. А вы, господин, не хотите поговорить? Когда паладин Рамос мне сообщил, что сюда идет Вероника и ведет кого-то не из наших, я не знал, что и думать. Однако, поразмыслив, я решил, что человек со стороны сейчас может оказаться мне полезен. Тем не менее, я не стану принуждать тебя вам помогать. Если откажешься, то можешь уходить, хотя я под ответственность Вероники. Что скажешь, чужак? Ты хочешь нам помочь? Ну, давай помогу. Тогда позволь тебе прояснить ситуацию. Этот бункер сейчас закрыт на вход и на выход. Для тебя было сделано исключение. В особых случаях, если это жизненно необходимо, для изучения местности и добычи оборудования мы посылаем спецгруппы. Три такие группы недавно пропали, но об их исчезновении мы пока не сообщили, чтобы не вызвать ненужной тревоги. Чтобы в бункере не возникло беспокойство и требований снять блокаду, мне нужно, чтобы кто-то выяснил судьбу этих групп. Один из ваших патрулей кажется мне уже попался. Оба полазина погибли. Это трагично, но остается надежда, что два других патруля еще живы. Ладно, немедленно начну поиски. Я рад, что могу рассчитывать на тебя. Да, еще одно. У каждого из патрулей была голографическая запись с описанием задания. В этих дисках есть передатчики. Читы бункера не позволяют засечь их отсюда, но когда ты выберешься на поверхность, у тебя на карте появятся метки. Ох, как удобно. Если наши худшие опасения сбылись, то принеси сюда три голодистка. Если нет, то верни наших братьев домой. Я дал приказ, чтобы тебе открыли доступ к снаряжению разведчиков, которые собрали патрули за эти годы. Запрещенное снаряжение ты купить не сможешь, но я надеюсь, ты найдешь что-нибудь полезное. Так, Вероника, а ты что скажешь? Что ты думаешь о Мистер Хаусе? Я удивилась, что у него только две электронных секс-рабыни. Да, маловато. Как-то не солидно, что ли. У меня есть к тебе вопросы. Он был уже мертвый, когда мы уже... Понятно, понятно. Расскажи о братстве. Зарплата дерьмом, но с моей квалификацией другой работы не найти. Что ты хочешь узнать? Какова цель братства? Хороший вопрос. Теперь же трудно сказать. Давным-давно все вертелось вокруг техники. Мы стремились и контролировать, чтобы она нас снова не погубила. Энергооружие и силовая броня обычно у нас идет в первую голову, хотя я люблю все антикварное. Но теперь этого недостаточно. Мы не выросли, не приспособились, а застряли в норе, не способные выполнять свою миссию. Рилан, привет. И он говорит, мне повезло, я за 10 минут прошел тот квест с вирусом. Эх, да, все это за 10. Как тебя приняли в братство, продолжим допрашивать Веронику. Переспала с кучей народу, не могу даже посчитать, до сих пор отойти не могу. Да шучу, конечно, на самом деле мы рождаемся в братстве. Мы родители, их родители и так далее. Если тебе предлагают уйти, но это не дом, это же дом. Мы не принимаем никого со стороны. Можешь прикинуть наши долгосрочные перспективы с учетом этого фактора. Я надеюсь, что мы этого изменим. Вообще, на самом деле, да, представьте себе, какой там эндбридинг вообще внутри, просто жесть. И, насколько я помню, по первому Fallout'у они рекрутировали всяких дикарей как-то, ну, в некоторых количествах, вроде бы. А уж, если посмотреть на Fallout Tactics, ох, Tactics, как хорошо раскрывает некоторые темы братства, но, ладно, чего уж там. Я тоже квест с вирусом как-то быстро освоил, говорит Роллер. Видимо, просто удача вкачана на 10. Ну, как бы у меня тоже там, ну, не на 10, но немало. А что ты сделаешь для братства? Занимаюсь снабжением, как я и говорил, по сути, хожу за продуктами, только продукты иногда это старые детали и тайные технологии. Старейшина, который привел нас в Мохаво, отец Элайджа, обычно посылает меня искать старые блоки питания, блок памяти. Теперь меня обычно посылают к торговцам в места вроде 188-го шоссена, иногда кажется, что это просто, чтобы отослать меня подальше. Тебе вообще нравится братство? Я знаю, иногда кажется, что нет, знаю, но что-то в нашем кодексе мне кажется по-прежнему верным. У меня есть честь, мы защищаем людей, даже если от них самих, но это все равно благое дело. Просто мы иногда теряем из виду большую картину, считаем, что все наши практики одинаково святы. О, Рилуан Мо только что подписался. Спасибо за подписочку и желаю приятного просмотра. Волос вот комментирует Тактикс, что это не канон, ко-ко-ко, пок-пок. Да-да, так и есть. Слушайте, может в Тактикс поиграть, а? Прямо что-то так вспомнилось мне Тактикс. Генетический материал можно и просто брать со стороны, говорит Эрн Хоук, не прививая самого донора. Не привлекая, то есть донора. Ну это, типа, понятно, конечно. Да, там можно детей, например, красть. Как вам такое? Отличная тема для братства Сталик, кража детей. Сначала дедмани. Ну да, да, логично, все по очереди. Кстати, а что у вас за кодекс там в вашем братстве там? Ага, кодекс. Если что-то в нем записано, то нужно исполнять, если нет, это не важно. Там еще наша история записана, писцы вроде меня и его время от времени дополняют. Интересно... Нет, меня скорее всего поймают, если я перепишу заветы основателя. Дана подумала на тему того, чтобы что-то переписать там. Ух, шелунишка. Правильно мыслит. Братство защищает людей от рейдеров и других опасностей. Не-не-не-не, мы людей защищаем только от них самих, и только в том смысле, что отбираем у них самые крутые довоенные игрушки. Все чаще это выглядит так, будто мы сами защищаемся от них, чтобы пережить их и стать последними наследниками человечества. Некоторые из нас уходили помогать людям в основном отделе... Блин, да не успевают, черт. Но там было что-то не очень интересное, наверное, я верю в это. Кто такой отец Илайджа, мы знаем, почему братство заинтересовалось Невадой. На самом деле, из-за дамбы. Мы услышали, что она работает, подумали, что сможем ее захватить и использовать, и, наверное, именно в этот момент нашей трагедии наш тогдашний старейший надал повод себя снять. В итоге, все пошло прахом. Мы отвлеклись на Гелиос-1, а НКР тем временем захватила дамбу. Но мы все еще пытаемся ее вернуть, теоретически. Какие вы упорные. Как относишься к другим членам? Я говорила тебе, что они семья. Примерно так и есть. С хорошей стороны и с плохой тоже. Там в бункере богат огромный бесконечный семейный совет. Есть люди, которых любишь, такие, с кем больше не разговариваешь. Всегда неудобно видеть тех, с кем раньше встречался. Так, Элайджи, Элайджи был старейшином, настоящий волшебник, многому у него научилась. Но начались разногласия с другими старейшинами. Брат, он занимается технологиями прежних лет, а он хотел развивать новые. И хотел продвижения в других областях, другое оружие, понимаешь, которое уже поднимает вопросы этики. чтобы с ним не разбираться, его тослали. Ладно, ладно, все понятно. Блин, были такие отличные ответы. А еще вопросы, какие у меня к себе есть. Бенни, Вегас, Цезарь. Что думаешь про Легион? Шайка насильников, роботорговцев и мародеров в самых дурацких костюмах, которые только можно найти к востоку от Калифорнии. Хотя же тонкий вкус Старого Света. Хотя говорят, что их солдаты имеют друг дружку чуть не чаще, чем женщин. Видно, что-то они все же переняли империи. Ну, никаких таких прилигий для женщин, так что, отвечая на твой вопрос, они шайка лицемерных модозонов. Да. Да. Еще... Что скажешь про платиновую фишку? Да, она явно не для покера. Никогда не видела таких, но могу тебе сказать, что она разведена до войны и не как деньги. Технология, пожалуй, середина 23 века. Береги ее. Может, это твоя счастливая фишка. Так, что еще тебя спросить? Что думаешь, бункер? Боюсь, они станут могильниками братства. Но у нас всего ничего, их десятки или даже сотни тысяч. Когда мы столкнулись в последний раз, много наших погибло. Отступили в свой бункер. Теперь боимся даже выходить наружу днем. Ладно, до свидос. Что это, да, из живой, говорит Александр Кот? Да, конечно, живой. Не даже девайтесь, чтобы я тут помер. Буду еще на пенсии вас тут доставать стримами. Ну что, как у нас там по квестам? Сплошные заботы. Отправились, поговорили со старейшиной. Теперь, видимо, нам нужно в неведении квеста выполнять, чтобы продолжить это. Найти пропавший дозор первый и второй. Один послан на гору Блэк, а другой на авиабазу Нелис. Во как. Маленькое признание, говорит Реалуан, ты первый стример, которого я начал смотреть. Тогда еще повторы прохождения первого фола на Ютубе. Ох, вот это времена были, да. Замечательно. Обычно бесит, когда кто-то озвучивает реплики, но Глосс Дайса такой родной же, что по-другому, по-доброму звучит. Но, с другой стороны, как бы вот было бы тут более-менее на русском, я бы не озвучивал. То есть, например, вот в Ведьмаке на русском и озвучивать не хочется. Так, это у нас залетная птица, которая может ходить куда вздумается. Что ж, чайные времена и чайные меры. Я Хардин, старший паладин этого отделения, и мне кажется, мы можем быть полезны друг другу. Не знаю, о чем вы там говорили со старейшиной, но лично я могу тебе сказать, что у нас проблемы именно он тому виной. Ты хочешь выслушать то, что я скажу? Конечно, выкладывай. Как ты, наверное, в курсе, вся база находится в режиме изоляции. Наружу никто не выходит, кроме маленьких патрулей по ночам. Большая часть отделения остается в заперти уже многие годы, а те немногие, кто оказается снаружи в момент закрытия, запрещено возвращаться. Бывой дух с течением времени опустился ниже ни окуда и большая часть наших нынешних паладинов вообще не неняли живого боя. Все это из-за приказов старейшины никакого не выпускать и не впускать. Единственный способ подизменить выбрать нового старейшину. Так вот, оказывается, как этот квест продолжается. Даже зрители некоторых помню с тех стримов, говорят, Рилуан, даже вот волосы, например. Ах, да, это отлично просто. Ах, мертвые бабосы, как же я ненавидел это DLC, how it is good, когда в первый раз попал туда. 80% времени в голове была мысль Mom, come pick me up, I'm scared. Прошло время и понял, что лучше него в атмосфере нету. Разве что одинокая дорога, но там в любую минуту нужно вернуться в Нахава. Вот, обязательно туда заглянем в ближайшее время. То есть, как бы мы идем потихонечку к тому, чтобы следующая делала ценная часть в ближайшие стримы. Так что, ждите, следите за анонсами. Та же фигня, Рилуан, только я с XCOM начинал говорить Ironhawk. Окей, круто. Ладно, вернемся к главному паладину Хардену. Как ты предлагаешь все это сделать? Не знаю, я сотни раз перечитал все наши архивы в коисках претендентов смещения старейшин и ничего не нашел. А те, кто скорее всего знают, как это делается, горой стоят за Макнамару и отказываются мне помочь. Почему я обратился к тебе? Ты человек со стороны и никто тебя не заподозрит, если ты станешь задавать вопросы. Поскольку старейшина дает тебе поручение, его приближенные тебя не заподозрят, но у тебя есть и доступ к телу. Короче, ты именно тот человек, что сможет мне помочь. Подумай над этим, а? Да, погляжу, что можно сделать. А что мне будет с этого, если я помогу, кстати? Давайте все-таки прагматичней, прагматичней, дайс. Если я стану старейшиной, запрет на выход будет снят. И мы снова высылать будем патрули наружу. Мы вновь станем силой, и тогда будет очень полезно иметь братство в союзниках. Достаточно этого? Ну, как-то нет, конечно, но ладно, погляжу, что могу сделать. Отлично, тогда советую для начала поговорить с Рамасом. С Рамасом, то есть, он начальник охраны и лучше всех знает наш устав. Ты можешь поискать что-то полезное в наших базах данных, хотя я слышал, что у писца Ипсона проблема с доступом. А если Макнамара будет тебе поручать какие-то задания, прошу держать меня в курсе. Сообщай по всех своих находках и будем решать, что делать дальше. Я бы его отлакил, но он был свидетелем, и бла-бла-бла. Ну, и отмазал меня от наказания, когда я спала на лекции главы Пи-Таггерта. Думаю, я ему обязана. Он хочет как лучше. А тебе не кажется, что он может быть прав? А тебе не кажется, что он может быть слишком стар? В стратегии выживания братства работала тогда, когда у нас было больше людей и не было организованных врагов. Мы последний осколок умирающего ордена. Мы не принимаем новых членов. Мы все равно ввязываемся в драки. А, это она про старейшину? Я-то думал, что она про тот разговор, который только что сейчас был с главой паладинов? Ах, черт. Никогда не поймешь, о чем эти неписи. Все они себе на уме. Ладно. Думаешь, старейшина вообще будет тебя слушать? Он упрямый старик, но когда доходит до дела, он предан нашим интересам. Если он увидит неоспоримый знак того, что мы идем не туда, он не отмахнется. Так чего ты хочешь добиться-то? Я как раз об этом хочу спросить старейшину. Все эти годы братство собирало военные технологии. Ради все чего? Чтобы укрыть их от людей? Очевидно, не удалось. Чтобы защитить себя, мы не можем справиться с численностью армии НКР или даже легиона. Мы идем безнадежную войну ради непонятно чего. Если мы хотим выжить, мы должны найти свою роль в обществе, привлекать новых членов. Ну да, и как ты предлагаешь это делать? Смотри на последователи апокалипсису. Они используют свои знания, чтобы улучшить жизнь людей. Они учат их быть самодостаточными. И достижения рождают уважение и благодарность. Распространяют их идеалы, привлекают талант к их делу. У них столько же друзей, сколько у нас врагов. Они не знают и десятые доли того, что знаем мы. Если бы мы занимались тем же, мы были бы непобедимы. А мне нужно было бы ничего там. Бла-бла-бла. Что же мы можем принести старейшине, чтобы он передумал? А я не знаю. Нужно найти что-то, что докажет, что братству скоро конец. Или что для него есть лучший путь. Единственное, что его привлечет, это техника. Может быть, отец Лайджа был прав. Отец Лайджа? Старейшин до Макнамары. Ему был нюхан о том, где можно найти технику. Он посылал песцов в пустыню для проверки любого слуха, который оказался ему. Некоторым он поделился и со мной, и как минимум один из них, если приведет к цели, бла-бла-бла. Недалеко отсюда есть терминал связи. Если мы туда посойдем, то смогу посмотреть заметки по его исследованиям. Так, понятно. Пошли. Я с тобой? Это же все совсем не так. Так, паладин. Старейшин отправил меня на поиски пропавших патрулей, чтобы найти их диски с заданием. Да, потерять их патрулей сильно его огорчило. Он очень горевал, когда пропал первый из них. Вот тогда я впервые усомнился, насколько он способен быть нашим главой. Командир должен понимать, что потери в бою неизбежны. Однако странно, зачем он послал тебя искать их диски. Все пропавшие паладины были просто патруле, а для патруля диски не выдают. Их получают только братья, которые отправляются с особыми поручениями, так что если найдешь пропавших патрульных, дай мне знать. А что скажешь про изоляцию? Это возмутительно, мы сидим тут, сложа руки, вместо того, чтобы следовать клятвию и выполнять долг. А че так не любишь то Макнамару? Кто сказал, что я не люблю старейшину? Я просто осуждаю его в стиле руководство. Мы в безопасности, да, но какой ценой? А что ты сделаешь, если станешь старейшиной? Сняв блокаду, я первым делом вышлю разведчиков, нам нужно знать, что творится снаружи. Затем возобновлю патрулирование окрестностей и направлю поисковые группы в сравнительно безопасные под нанесением районы. Это стандартная процедура, когда отделение перебазируется на новое место. К нашему предыдущему старейшине науставов было наплевать. Да? А что можешь рассказать про этого старейшину? Леджи был странным человеком. Странно уже то, что он стал старейшиной, он же из писцов, а старейшину убирает только из паладинов. Но его слушали, в его случае сделали исключение, потому что он был гением. Увы, его научные познания, таланты не распространялись на тактику. Попытка обороны Гелиоса была глупейшей ошибкой, стоящей жизни многим из наших братьев. Многие старейшие паладинов, включая меня, советовали ему отступить с боем, но он отказался двигаться с места, заявил, что еще чуть-чуть и заработает. Мы так и не узнали, что он имел в виду. Когда противник конец прорвал нашу оборону, старейшина просто исчез. Так, о сражении за Гелиоса расскажи вкратце. Страшное побоище, понятно. Спасибо. Опа. Что это происходит? Вероника привозит сюда чужака, потом тайно говорит со старейшиной? Вот двое, может, обманули старейшину, но мы знаем правду. Вероника всегда извращала принцип основателя для своих целей. Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как она сбивает с пути старейшину. Фига себе. Растворились в воздухе. Я их люблю, но это не значит, что они не убьют друг друга. Окей. Хей. Хей-хей, пипл. Да, в Братстве все сложно. В Братстве интересное место, вообще. Так, стоп. Нам нужно, конечно, на выход, но перед этим нам нужно поговорить с главой охраны. Вот он, паладин Рамос. Твое присутствие здесь, скажем так, оно крайне нетрадиционно. Посторонние не должны даже подозревать, где наш бункер, а уж тем более тот разгуливать. Тебе явно удалось произвести впечатление старейшину, он считает, что от тебя много пользы. А что должен натворить старейшина, чтобы его сместили? А, так вы говорили с Хардином. Он пытается скинуть Макмару еще с момента появления. Пойми меня правильно. Хардин хороший человек, но старейшина Макмамара нас вполне устраивает. Не будь его, мы все бы полегли при Геллиусе. Скажу тебе то же, что ты говорил Хардину. За всю историю Брасса был лишь считанный набор случаев, когда старейшины менялись. Речь шла о преступлениях, на которые старейшина Макмамара был просто не способен. Да, считай самостоятельно. Я дам тебе доступ к этому разделу нашей базы данных. Старший писец Ипсон тебя поможет в поисках. Нет, нет, только не Ипсон. Пожалуйста, сжальтесь надо мной. За что? А что случилось при Геллиусе? Тверже рассказывали наверняка. Несколько лет назад наше отделение базировалось на солнечной электростанции. Помешанность нашей старейшины была на технологии. Обронять станцию было невозможно. Мы так и не выяснили, для чего им нужно было время. Какое-то время сдержались, но нас было слишком мало. Старейшина Элайджа бесследно исчез. Мы потеряли немало бойцов, но прорвались и добрались сюда. Макнамара спас отделение, в этом нет сомнений. А кто такой Элайджа? Спросил лучше, кем был Элайджа. Наш старейший над Макнамарой. Основная задача — собирать и сохранять технологии, но Элайджа хотел большего. Мечтал о том, чтобы совершенствовать технологии. Когда мы обнаружили Гелиос, для него там был рай земной. Он только говорил про потенциалы, про великий нейрализованный замысел. Настоял на том, что мы базу устроили. Понятно, мне пора. В общем, все ясно. С этим вирусом разбираться придется. Черт. Сделаем сейф. Куда нам дальше? за 50 целая Элайджем. Пропавший дозор надо найти. На базе Неллис. А нам туда, кстати, нужно, по-моему, по квесту еще по-другому, да? По центральному, по основному. О, паладин братства стали. Это первый патруль, похоже.